У меня организовался малоинтересный процесс установки крышки генератора А когда появляется свободное время, почему бы не поотвечать на интересующие кого-то вопросы В чем суть? Неоднократно уже мне пишет человек, не один, с текстом из разряда что-то, что мне взять? Типа у меня ограничен бюджет и в этом нет ничего зазорного, не зазорного Вот что взять Из разряда я не могу себе позволить японца, что лучше Bajaj или Bolt Motors У меня к человеку вопрос, говорю, а что ты еще рассматривал? И он говорит, что он рассматривал, например, UBR Yamaha Но почему-то в голове, откуда непонятно взялось, что UBR завышенная цена Типа окей, ладно, завышенная цена, хрен бы с ней, пусть так И потом начинаются доводы Вот, да UBR это тот же самое, что там тот же Bolt Motors, тот же Bajaj Типа это же все тоже китайцами давно собирается Да, и вы сказали ключевую фразу, давно собирается И понимаете в чем дело? Ну вот, вы возьмете Bajaj Там сейчас начнутся сопли-слюни, что это делается на том же заводе, что и КТМ Там туда-сюда, теле-теле-тролевали Да, окей, он делается на том же заводе, что и КТМ Скажите, вы с ограниченным бюджетом Ну, зажавшиеся крупные города, как бы, ну, не сказать, что будут сильно покупать мотоциклы такого класса Из этого следует вывод, что... Блин, прокладка рваная Следует вывод, что покупаться эти мотоциклы, чей бюджет ограничен, будет куда-то в регионы Здорово, но тут же возникает вопрос А вот в регионах, да, Bajaj, Bajaj копия КТМ У меня возникает сразу вопрос А у вас в регионах очень много дилерских мотоциклов КТМ или Bajaj Где вы сможете покупать на них запчасти? Я почему-то думаю, что нет Потому что даже в Москве, например, там, ну, что-то чуть более-менее из ряда выходящее На КТМ Это уже под заказ Это в Москве Прошу напомнить И запомнить даже Вот Ну и, собственно, в чем суть-то Балт Моторс Допустим Чего-то я путаюсь уже Допустим, Балт Моторс, да Ну и там кто-то скажет, что вот за эти деньги можно купить Балт Моторс Там мотор от Сузуки И счастливо радоваться жизни Что я вам скажу Во-первых, насколько я знаю, Балт Моторс производства уже давно умерла И таковой марки сейчас уже не существует А еще у меня в течение 6 месяцев стоит на ремонте Балт Моторс На который мы ждем заказанный оригинал от Сузучьего мотора Успокоитель цепи ГРМ Потому что на Баджатш Его каким-то божественным образом В принципе не существует Классно? Классно Вот, ой, на Баджатш На Балт Моторс Причем рассматриваются, типа Я забыл уточнить Малокубатурные все эти вещи А теперь Приходим к ЮБРу Цена на которой там якобы залышена, не залышена Вы понимаете, что на ЮБР вы действительно можете Чуть ли не в любом селении, скажем так Купить запчасти Потому что на ЮБР делается все уже такое количество времени Что на него действительно есть все и везде И при этом качество особо не страдает Например, китайские поршневые Которые стоят там по 2-2,5 тысячи рублей Это я прошу заметить В Москве На учебной площадке отхаживают год Как бы смело А эксплуатация на учебной площадке Это можно пробег умножать, я не знаю, на 3, наверное, смело Поэтому возникает вопрос Огнаться ли вам, если у вас ограниченный бюджет За вот этими вот нововодными баджаджами Или за старыми Балт Моторсами На которых запчастей в принципе непонятно где брать Может быть, конечно, я ничего не понимаю И все это можно Но даже если можно, это все можно под заказ И вопрос под какие деньги И какого это будет качества Например, то, что на ЮБРе китайцы делают Оно нормального качества по одной простой причине Что они этот мотор копируют И копируют настолько хорошо Что даже китайские моторы Долго ходят А это примерно та же самая тема Как моторы от Альфы От Дельты Которые выхаживают Бесконечное количество пробегов Будучи, естественно, неоригинальными Уже давным-давно И они ходят на любом масле Честно говоря, запороть мотор от ЮБРика Можно только отсутствием масла Мне кажется Большая, я не знаю, сила Которая способна остановить этот двигатель Но это мое личное мнение И я понимаю, что всем хочется там выделиться Купить модный баджадж Там туда-сюда Но чем вы будете выделяться В тот момент, когда он у вас встанет Возьмет и все И до свидания вам скажет Вашим желаниям ездить И прочему Понимаете, надо В первую очередь Для покупки техники думать Не о том, какая она там Красивая, модная, замечательная И т.д. и т.п. А думать о том Как, где Или какие средства Вы ее будете обслуживать И сможете ли вы ее обслуживать А и не за разряда Купить на последние деньги А потом Заниматься нахлепыванием колодок Например Ну, как бы Живой пример Они существуют Поэтому Я и считаю Что все-таки Если у вас такой выбор Ну, вот На банальный пример Как я сказал Купить баджадж Балтмотер Или ЮБР Я бы со стопроцентной вероятностью Рекомендовал вам Купить ЮМАХу ЮБР Какая бы там за нее Завышенная цена не была Где бы она не производилась Она все-таки остается Ну, чем-то похожим На мотоцикл Понимаете Даже на ЮБР Ну, я видел И уже свежий Прям китайский ЮБР И не китайский ЮБР То есть Все это В моей жизни Там К счастью Или к сожалению Присутствует До сих пор Не в моем личном пользовании Но Я по воле судьбы Постоянно с ними сталкиваюсь Потому что Обслуживаю Учебную Ну, площадку И, соответственно Мотошколу И на ЮБР Любые детали По всей России Заказываются вот так То есть, например Мотор Последний раз Покупали За 28 тысяч А Мотор На котором Написано Джанши Ну и, соответственно Как и все ЮБР Сейчас На них можно увидеть Замечательную наклейку Что это Джанши Ну, соответственно Завод На котором Они произведены Поэтому Ничего плохого Не могу сказать Все это работает Уходит Да Например Болты Ну, так Такой банальный Пример Которые использовались Раньше На всем ЮБР Они были гораздо лучше Сейчас Крепежные элементы Там Ну, условно Как на всем Китае То есть, такие Ну, говняненькие На старых ЮБР Особенно на Трехспицевых Ну, точнее Шестиспицевых дисках Золотых На вакуумном карбюраторе Те отличались Разительно От тех ЮБР Которые пошли В последующем Там я уже не знаю Сколько Четыре-пять поколений Этих ЮБР Сменилось На самом деле Но Очень до хрена Я бы сказал И За всем этим следить Да не имеется Никакого смысла Но дело в том Что независимо От всего этого Мы покупали На ЮБР Картеры То есть Три мотора Я собирал На новых Картерах И Сколько Два Получается Из них Успешно Работаю Сейчас На учебной площадке Потому что На родных Картерах Уже Все резьбы Которые Можно Были Сорвать Их Сорвали Сливные Отверстия Шпильки Головки И т.д. То есть Все это Было Уничтожено И все Это работает И подшипники Там Садятся Ой Если Не с хорошим Натягом То я бы сказал Что там Избыточный Натяг То есть Действительно Все там Делано Не так уж И плохо Поэтому Я считаю Что Если У вас Такой выбор Ну как Итог Просто Подвожу Итог То просто Брать Ёбрик Потому что На него Вы найдете Любые Запчасти И даже Если не будет В вашем Городе Авито Здравствуйте И по всей России Все это Можно найти Заказать И Еще там У нас Господи Мотемири Даже Есть Обчастие На Ёбрике Раньше Я там Когда-то Давно Наезжать Детали Заказывал Оттуда Картера Заказывали Откуда-то Еще То есть Все это Находится Вообще Без Каких-либо Проблем В Москве В наличии Всего Есть И все Это Отсылается А Что касается Баджаджа Он же там Священный А-ля КТМ И т.д. и т.п. Но У меня как-то Затратывается Сомнение В том Что На него На эти детали Будет Так же легко Как на Ёбрик И цена Какая на них Будет Соответственно Поэтому В заключение Я скажу Что Если у вас Ограниченный Бюджет Но вы Хотите Ездить И у вас Стоит Выбор Между Ёбриком Пусть бы Ушным Новым Или купить Там Новый Баджадж Старый Балтмонтерс Или другую Китайскую хрень Выбирайте Ёбрик Потому что Как бы это Банально не звучало Но Ёбр это уже Проверенные годами Мотоциклы И если бы К ним были нарекания Они бы не пахали Годами На учебных площадках Какого бы поколения Не были И какого бы года Выпуска Они не были Ну и наверное Все что я хотел Сказать на эту тему Получилось Недолго И наверное Как-то свою точку зрения Я выразил Поэтому на этом все С вами была Мастерская Пантмонта Гараж И я Сергей Панкратов Подписываемся на канал Пишем комментарии Потому что Тема для этого видео Была взята Из комментариев Который вот Ну Для меня Был два дня назад А сегодня Какой-то там 20-й наверное Февраля Или 21-й Или 23-й Ну что-то в этих числах Так что вот так Всем пока